В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Екатерина Булычева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Один дом уже построен и теперь жители района требуют у городской власти вмешаться и прекратить уничтожение одного из крупнейших парков города. Дом на улице Говорова построен фирмой «Ассоль» два года назад и давно заселен. О качестве строительства разговор особый. Новое здание уже начинает сыпаться по кирпичику, но это проблема жильцов. Другая, более важная, интересует всех жителей округи. Мало того, что дом уже забрал часть зеленой зоны, компания-застройщик не прочь расширить свои владения за счет парка. «Хотели строить, но благодаря усилиям общественности города, вот здесь на месте этого пожарного водоема они построили один дом и в конце, вот там где-то возле гаражей должен был быть еще один дом. Но их пока запретили. Границы парка? Они обязательно должны быть установлены, причем мы считаем, что границы парка должны пройти по фасаду, вот этому заднему фасаду этого дома». Еще в 2011 году жители района собрали 43 тысячи подписей под петиции против уничтожения зеленой зоны. Горсовет строительство запретил до определения границ парка. После повторного обращения городская администрация дала команду провести проверку. На место выехали представители экологической комиссии горсовета. «И мы сами болеем душой, чтобы ни один метр парка Победы не был забран у одесситов. Мы настаиваем на этом, мы не допустим никакого строительства. Но существуют, опять-таки, я повторяю, определенные нормы. Вот есть пожарный водоем, к нему обязательно должен быть проезд. По нормативам государственных строительных норм должен быть пожарный проезд возле домов». Зная, как у нас обходят закон, можно опасаться худшего. Если кто-то из чиновников проявит принципиальность, шустрые предприниматели пойдут выше и договорятся через голову ниже стоящих инстанций. А бывает, просто начинают так называемый нахалстрой и потом узаконивают построенное. «Тут, конечно же, все зависит от жильцов. Если они захотят, чтобы мы провели границу парка Победы под стенами этого дома, мы это сделаем. Несмотря на то, что застройщик категорически против, он нам дал предложение сделать пожарный проезд шириной 12 метров и отхватить кусок для разворота пожарной техники еще порядка 40 метров. То есть, фактически, то есть, спасти для строительства дома. И причем он высказывался так. Я все равно построю там дом. Я со всеми договорюсь». Почему до сих пор не установлены границы парка – вопрос к нашим городским депутатам, народным избранникам и лично мэру Одессы Алексею Костусеву. «Парк Победы» имеет статус памятника садово-паркового искусства местного значения как образец садово-парковой архитектуры. И, следовательно, о застройке его территории не может быть и речи. Точнее, не должно быть. Жители района не собираются отступать. Александр Виноградов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». Энтузиазм мэра хозяйственников в так называемой заботе о городе порой обходится жителям Одессы сплошными неудобствами. Так происходит и на улице Дидрихсона, на которой под аккомпанемент бензопил «Горзелинтрест» Алексей Костусев в начале недели торжественно объявил о начале санитарной обработки зеленых насаждений города. Наводнившие улицу отряды коммунальщиков доставляют жителям массу хлопот. 17 сентября Алексей Костусев лично прибыл на улицу Дидрихсона, которая первая попала под удар его хозяйственного энтузиазма. Снова посетовал на то, как плохи были его предшественники и как едва ли не силой убеждения ему удается мотивировать подчиненных делать город краше и уютнее. На своей странице в фейсбуке мэр пожаловался, что обещанные деньги из Кабмина на ликвидацию последствий урагана еще не пришли. И тем не менее, посмотрите, одесситы, подрезка деревьев идет и без этих денег. Непонятно только, при чем тут деньги из Кабмина к непосредственной работе «Горзелинтреста», но да ладно. Главное, люди-то работают. Таких денег огромных, которые нужны, а это нужны десятки и десятки миллионов, к сожалению, в городской казне нет, но на энтузиазме будем делать одну улицу за другой. То есть улица будет перекрываться ГАИ, будет отключаться электричество в проводах, будем выходить сразу в нескольких точках и будем делать эту работу. Сотрудники «Горзелинтреста», говорят местные жители, за работу взялись действительно с энтузиазмом. Сейчас по улице Дидрихсона из-за работающей техники и разбросанных веток пройти не так-то просто. А некоторые деревья обрезали до состояния рогаток. У меня сердце кровью облилось. Я увидела просто деревья, которые уничтожены полностью, крона срезана. Эти деревья не старые, они были раскидистые, давали тень. Шелковица шикарная была. Обрезанные деревья и заваленные ветками тротуары – это еще полбеды. Обещание выключить свет ради рабочих «Горзелинтреста» мэр честно выполнил. Свет выключают, уже третий день выключают, в 11 часов выключают, в 5 часов включают. Жизнь останавливается. Вот я сегодня, например, хотела, чтобы соседи все пришли, а соседи все разбежались, потому что света нет. Они кто куда, по родственникам разбежались. Потому что холодильники стоят, телевизоры стоят, темно в квартире, со свечками ходят. Весело похоже только многочисленным студентам. Весело лавировать между веток и отпрыгивать от тракторов. А вот купить воды напротив вуза уже не так просто. Некоторые торговые точки из-за отключения света в самый разгар учебного дня просто не работают. Обе эти будки закрыты, что, в общем-то, и неудивительно. Из-за работ «Горзелинтреста» по всей улице отключили свет. И о какой торговле можно говорить при неработающих холодильниках? Бензопила «Горзелинтреста» – новое оружие мэра в борьбе с малыми архитектурными формами. Из-за внезапно нагрянувших коммунальщиков на Дидрихсона неуютно не только двуногим, но и, похоже, местным дворнягам. Вот этот борьбос, похоже, очень напещален. Злые «Горзелинтрестовцы» спилили его любимое дерево, под которое он уже несколько лет ходил справлять свои физиологические нужды. Последнее, конечно, шутка. Но люди на Дидрихсона как-то не очень до шуток. Об их удобствах Алексей Алексеевич мог бы и подумать, прежде чем затевать такие работы. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Создать общество совладельцев многоквартирных домов в Одессе не является большой сложностью. Но не все так просто оказалось для членов ОСМД Картамышевской. Заказчиком возведения было Управление капитального строительства городского совета. И когда дом был сдан в эксплуатацию, исполком непонятным образом дал право собственности на одно из подвальных помещений частным лицам. Когда жители начали отстаивать свое право на неделимое имущество, всевозможные государственные и муниципальные службы встали на пути законности. Объединение совладельцев многоквартирных домов на Картамышевской существует уже около трех лет. Люди сами инвестировали средства в строительство жилья. Но в ноябре 2011 года исполком неожиданно принимает решение о передаче одного из подвальных помещений этого дома частному лицу. В настоящее время члены ОСМД при поддержке Одесской областной организации Комитет избирателей Украины и Международного фонда возрождения в рамках проекта усиления адвокационной способности общественных организаций Одесской области начали борьбу за незаконно отобранное помещение. Когда дом сдается, ОСМД должны переходить общие неделимые имущества, такие как подвалы, чердаки, чердачные помещения. В нашем случае этого не случилось. То есть нам продали квартиры, мы их прибыли за свои деньги, а подвалы и чердачные помещения отошли другим людям. То есть их продали. И как только мы начали отставить свои права, органы государственного власти, органы местного самоуправления начали ставить палки в колеса. Примером такого давления может служить деятельность Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля. Когда незаконный собственник подвала снес в помещение несущую стену, ОСМД обратилась в эту службу. В свое время еще подали заявление в ГАСК по поводу того, что разрушили несущую стену в нашем подвальном помещении. Ну, владелец, как он утверждает, этого помещения. И ГАСК остафал его всего на 850 гривен. Но уже через короткий промежуток времени ГАСК проинспектировал весь дом. И за небольшие нарушения выписал штраф уже ОСМД, исчисляющийся суммой в десятки тысяч гривен. Следующей в дело вступила исполнительная служба, которая заморозила счета ОСМД за невыплату штрафа. Одновременно юрист объединения подал заявление в прокуратуру о незаконных действиях ГАСКа. Дом находился под угрозой отключения от воды, от электроэнергии, от поставок других энергоносителей, потому что расчетный счет дома был арестован. Также возмущает действия областной прокуратуры, в которую нами были поданы документы с указанием фактов незаконных действий. Тем не менее, прокуратура почему-то в действиях ГАСКа нарушений не нашла. Почти одновременно с ответом прокуратуры ОСМД выиграло суд против незаконного штрафа государственной инспекции архитектурно-строительного контроля. Стоит заметить, что уже более трех лет люди добиваются, чтобы дом был передан им на баланс. На сегодня баланс-содержателем строения является Управление капитального строительства городского совета. Почему ГАСК наложил штрафные санкции на ОСМД, которое по сути не является баланс-содержателем, а не наложил на Управление капитального строительства, которое в соответствии с законодательством, как баланс-содержатель и несет ответственность за жилой комплекс по улице Картамышевская, 40 дробь 1. Но невзирая на все препятствия со стороны органов власти, жители дома решили отстаивать свои права на подвал до конца. Был сформирован иск, исковое заявление, которое было подано в районный суд города Одессы с требованием признать незаконными действия по отчуждению общего неделимого имущества и, соответственно, признать незаконными действия Одесского исполнительного комитета по выдаче документов права собственности на данные подвальные помещения. Стоит заметить, что это не единственный случай незаконного отчуждения чужой собственности в нашем городе. Правление ОСМД на Картамышевской досконально изучает данную проблему и собирается подготовить проект решения на местном уровне, который бы предотвратил возникновение подобных проблем в будущем. Украина лидирует в Европе по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Одесский регион находится на вершине рейтинга по количеству больных гипертонии и гипертензии. Как государство пытается остановить эту страшную тенденцию и как это у него получается, смотрите далее в сюжете. Правительство запустило пилотный проект по государственному регулированию цен на лекарственные средства для гипертоников. Каждый больной должен получить скидку на соответствующие лекарства. Однако традиционно возникли проблемы. Власти фармацевтические компании не могут найти общий язык. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту цифру, 1219 мест. А в пилотном проекте у нас на сегодняшний день участвует всего лишь 234 аптеки и аптечных пунктов. То есть показатели, как видите, очень и очень низкие. А пока власть и бизнес пытаются найти общий язык, Одесский регион вошел в число лидеров по этому страшному заболеванию. Цифровые показатели, которые будут завтра в 9 утра в Министерстве здравоохранения, будет проводиться аппаратное совещание, куда вызывают меня, начальника управления здравоохранения Одесской области. Но они, мягко говоря, очень неутешительные. То есть по состоянию на сейчас мы практически находимся внизу турнирной таблицы. Всего в нашем государстве 12 миллионов страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В нашем регионе 665 тысяч. Это каждый четвертый. Правда, это всего лишь официальные цифры. Неофициальная статистика гораздо страшнее. Украина относится именно к тем странам, в которых от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 60% мужчин и женщин. Эта болезнь является самой уязвимой, самой вызывающей больше всего инвалидности, вызывающей больше всего смертности, вызывающей больше всего потери трудоспособности и снижает явно потенциал, как и жизненный человек, как психологический, физический. Одной из основных проблем Одесского региона является контрафактная продукция. Чаще всего ее поставляют из Румынии и Молдовы. В большинстве случаев такие лекарства не оказывают никакого эффекта, однако были зарегистрированы случаи летального исхода. Денис Соколов, Юрий Веселок, телекомпания «Круг». Приватизация государственной собственности нередко сводится к разграблению и уничтожению предприятий, санаториев и других объектов. Информация областного отделения Фонда государственного имущества Украины позволяет сделать вывод о том, что процесс приватизации никак не соответствует представлениям о цивилизованном переходе к рыночным отношениям. Самый показательный пример – приватизации одесских санаториев. В таких случаях уместно употреблять народный термин – прихватизация. Если Фонду госимущества совместно с прокуратурой удалось вернуть государству санаторий Лермонтовский, то судьба некоторых других не ясна. Остаются в подвешенном состоянии санатории Магнолия, Горького и Пирогова или Куяльник. Тут с переменным успехом продолжается перетягивание каната между государством и частными структурами. По-прежнему Магнолия в судах. Сейчас нет, это не окончилось. Прошло две инстанции. В двух инстанциях интересы государства пострадали. Вопрос сейчас, насколько я понимаю, центральный аппарат будет выносить или уже вынес на рассмотрение третьей инстанции. Вы знаете, что идут суды по санаторию Горького. У нас не завершилась эпопея с санаторием Пирогова на Куяльнике. На уровне третьей инстанции пытаются частники оспорить эту ситуацию и каким-то образом опять же наложить лапу на государственное имущество. Готовится к приватизации один из крупнейших судоремонтных заводов Украины – Ильичевский. Сам факт этого доказывает неспособность государства наладить нормальную работу морехозяйственного комплекса. Не исключено, что чиновники сами связаны с бизнесом и заинтересованы прибрать к рукам народное добро. Юридическую возможность приватизации портового хозяйства открывает недавно вступивший в силу закон о портах. Ильичевский судоремонтный завод – это, пожалуй, наиболее крупный объект, который у нас в стадии приватизационной деятельности находится. И в данный момент проходит инвентаризация и оценка имущества для последующей приватизации. Уже в этом году фонд госомущества планирует продать государственные пакеты акций заводов «Центролит», «Орион», радиально-совердельных станков. Если разрешит кабинет министров, с молотка пойдут краян и припортовый завод. Большую часть предприятий украинские хозяйственники уже довели до состояния руин. Их проще снести, чем восстанавливать. Возникает подозрение, что идет просто дележка земли между олигархами. Всего же, по данным областного отделения фонда госомущества на 1 сентября, готовится к приватизации 33 объекта государственной собственности. Когда они будут проданы, еще неизвестно, но общая тенденция ясна. Новых предприятий не строят, продают остатки того, что построили еще при Союзе. В области уже стали частными более 800 объектов, но экономического расцвета на горизонте не видно. Александр Виноградов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». В Литературном музее Украинский клуб Одессы награждал лучших учителей города и области. Номинацией было всего две – педагог-украинист и учитель истории. Инициатором проведения этого конкурса стал Украинский клуб Одессы, который традиционно поддерживает развитие украинской культуры в нашем регионе. Лучших учителей отметили почетными грамотами, а также вознаградили материально. Их профессия непроста, однако преподаватели не жалуются. Они готовы с честью нести гордое звание педагога, несмотря ни на что, считая свою профессию самой ответственной. Праздничная церемония вручения грамоты и призов – это лишь один из немногих ярких моментов в непростой жизни педагогов. Всем им приходится ежедневно отдавать свои силы и здоровье своим ученикам. Патриотично выховывают нашу молодь в душе державотворения и привлекают украинскую мову, украинскую культуру, украинскую литературу и украинскую историю. Быть лучшими учителям приходится не только на конкурсах или отборах. Это их ежедневный труд на каждом уроке. Ведь дети – это лучшие экзаменаторы каждого педагога. Денис Соколов, Юрий Весилок, телекомпания «Круг». В Одессе впервые прошел Международный молодежный военно-патриотический сбор «Союз наследники Победы-2013». Сегодня по случаю завершения мероприятий в Парке Победы состоялось торжественное открытие Аллеи Славы, в котором приняли участие представители Одесской облгосадминистрации, а также представители общественности, ветеранских и молодежных организаций. Нынешняя акция включила в себя весь комплекс разноплановых тематических мероприятий, приуроченных памятным знаменательным датам Великой Отечественной войны, различные целевые информационно-просветительские, социальные и благотворительные мероприятия. В эстафете «Союз наследники Победы-2013» приняли участие 250 человек из 12 разных стран, среди которых Латвия, Азербайджан, Россия, Беларусь. И с каждым днем количество участников растет. С каждым годом она будет становиться все интереснее, масштабнее, шире, будет присоединяться больше команд. У нас более 60 человек принимают участие с украинской стороны, и уже сейчас я получаю заявки, есть желающие с Одесской области, с других областей приехать, проучаствовать, потому что интересное мероприятие, гармонично сочетает в себе военно-патриотические элементы, культурные, интеллектуальные. Сегодня в Парке Победы была открыта Аллея Славы. Участники эстафеты из разных стран об руку с ветеранами высадили около 15 деревьев. Начало положено. Это историческое событие, будем говорить так. Оно останется навеки уже нашим внукам, правнукам. И, конечно, благодарные потомки будут говорить, что здесь вот ваший, этот сад, этот парк построили и посадили деды, прадеды. Это очень хорошее мероприятие, нужное мероприятие. Действительно нужно, чтобы была Аллея Славы. На открытии Аллеи звучали военно-патриотические песни в благодарность за силу и мужество тех, кто героически защищал Родину. Молодежь с радостью приняла участие в мероприятии. Можно сказать, что спасибо ветеранам, что они защищали нас. И то, что теперь мы, если понадобится, мы будем защищать их. Это великое дело, которое действительно достойно того, что здесь происходит уважение в первую очередь к ветеранам Великой Отечественной. Высаженные деревья сегодня станут началом преображения Аллеи Славы. В дальнейшем здесь планируется положить плитку. Кроме того, будет установлен памятный камень с мемориальной доской. Елена Бачевская, Вячеслав, лоштаба, телекомпания «Круг». 15 сентября в Киеве закончился чемпионат мира по боксу среди юниоров. Состав участников был более чем внушительный. Более 300 спортсменов, весовой категории до 70 кг, опередив 25 претендентов, победу одержал воспитанник Одесской школы бокса 16-летний Рамиль Гаджиев и завоевал титул чемпиона мира. На пути к титулу наш спортсмен победил представителей Англии, США, Азербайджана. В финале победил по очкам бойца из Казахстана. Определить победителя судьям было несложно. Уже в первом раунде оппонент нашего бойца побывал в нокдауне. А что касается участников и самого непосредственного чемпионата, достаточно серьезного уровня и бойцы были, и количество участников. Показались нормально Казахстан, кубинцы неплохо боксировали, но мы, как показала практика, оказались намного лучше. Были поединки из четырех боев, конечно, было потруднее с американцем, конечно, было. Он был очень хороший тоже боксер, но мы его прошли, как говорится, легко тоже. Постарались. Второй бой. Второй бой, да. Мальчик жесткий, бьющий такой. По-моему, мексиканец по национальности. Начальник управления по делам физкультуры и спорта Одесской облгосадминистрации Юрий Поволодский отметил, что несмотря на то, что во многих других областях воспитанию юных спортсменов уделяется больше внимания, спортивный престиж страны на международной арене отстаивают одесситы. Когда наступают какие-то серьезные старты, мир, Европа, не только о буксе я говорю сейчас, но о буксе тоже нужно об этом говорить, естественно, то одесситы приводят всегда медали. Мало того, что они тренируются в полном объеме и, будем так говорить, болеют за свой город, но это все-таки менталитет одесситов. Стоит заметить, что чемпиона мира по боксу среди одесских юнилоров еще не было. Двухкратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко завоевывал титул чемпиона Европы. Ну а Рамилю хочется пожелать в дальнейшем превзойти прославленного соотечественника, а также громких побед и ярких выступлений на большом ринге. Анатолий Косин, Евгений Вайтенко, телекомпания Круг. На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 34 00 76. Всего наилучшего и до встречи в эфире! Спонсор прогноза погоды – ООО «ЮТЕКС ЛТД». Оборудование для качественного электропитания, стабилизаторы напряжения, электростанции, системы бесперебойного питания, аккумуляторы, зарядные устройства. Обращаться по телефону 755-59-99-063-735-0687. Даби-даби-даби вип-энерго ком-юэй.